Сегодня с самого утра десятки молодых людей собрались дать кровь. В центре переливания каждый прошел все необходимые процедуры, заполнил анкету, а после их пригласили на главную процедуру. 15 минут и чья-то жизнь спасена. Именно столько времени занимает процедура сдачи крови. Сергей Казаров сдает кровь регулярно. Донором стал еще в студенческие годы. Его книжка полна отметок о сдаче. Говорит, приятно думать, что его кровь кому-то поможет. Говорит, благородное дело. Считаю, что нужно сдавать. Пока что еще не почетный донор, но периодически я не стремлюсь к этому, но помочь я готов. А вот студентка медицинского колледжа Виктория Цадыкова сдает кровь во второй раз. С радостью принимает участие в акции. Решила пойти по стопам мамы. Уверена, сделала невероятно важное дело. Меня сдает мама. Она у меня заслуженный донор. Поэтому я стараюсь помогать тоже людям. Регистрация, осмотр врача, заполнение анкеты – огромные очереди. Здесь собрались все те, кто неравнодушен к больным детям. В центре крови ежедневно до 100 доноров. Однако и при таком количестве существует дефицит крови. Чаще всего, конечно, это отрицательный резус-фактор. И четвертая группа крови тоже вот сейчас недавно была очень сильно востребована. Но предугадать, какая группа потребуется, это уже от потребностей медицинских организаций Республики Крыма. Поэтому следите за донорским светофором. Молодая гвардия ежегодно в преддверии дня донора проводит акцию. Все полученные деньги будут направлены онкобольным детям, которые проходят лечение в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени Ефетова. По окончании акции все доноры получили денежное вознаграждение и сладкие подарки для быстрого восстановления сил. Султаниста Каева, Санзи Вадинов, телеканал Миллет.